Добрый день, дорогие зрители нашего проекта «Гранд живопись». Меня зовут Татьяна. Сегодня я буду вашей ведущей. Я рада сегодня, в общем-то, вас увидеть. У нас сегодня с вами два замечательных мастера, два крутых мастер-класса. А я напоминаю, мы с вами здесь творим, рисуем, пишем, называйте как хотите. В общем, занимаемся творчеством. Сегодня у нас в гостях Аннет Лагенова, и мы сегодня затронем очень классную тему. Будем мы сегодня писать лаванду маслом, и это будет такая довольно-таки популярная и красивая история. Я думаю, что все материалы, которые вам были нужны, вы могли найти в нашей группе. Если нет, то заходите, там они еще есть. Можете там посмотреть, что подготовить. Этот эфир будет доступен до завтра, до шести вечера по московскому времени. То есть у вас будет еще время все попробовать, все посмотреть. Так, давайте пока я жду, пока у нас, скажем, основная часть людей подтянется. Я хочу увидеть, что у нас с вами. Видно ли меня, слышно ли меня. Давайте, если меня видно, если меня слышно, то мы ставим плюсик в чат. Потому что что-то у меня как будто бы никто не нет. Хотя в чате я вижу, что люди есть. Да, все, ура. Дальше, спасибо. Ну все, здорово. Если вы меня видите, если вы меня слышите, значит, просто у нас счетчик барахлит. Не буду на него смотреть. Значит, мы с вами на связи. Это классно. Я не буду сильно затягивать. Мы немножечко подзадержались. Давайте только основные моменты вам расскажу. Во-первых, давайте постараемся не кидать ссылок и картинок в чат, чтобы случайно контакт вас не забанил. Нам это не нужно. Далее, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их активно в чате. Давайте будем общаться. Пока есть эта возможность с мастером, это будет очень классно. Ну и, конечно же, оставайтесь до конца. У нас в конце для вас будет много интересного. Также, если что-то именно по технической части происходит не так, у вас пропал звук или что-то происходит с видео, постарайтесь, пожалуйста, сначала обновить страничку кнопкой F5. Скорее всего, все в порядке, и это поможет. Но если вдруг вы это сделали и не помогло, тогда тоже не переживай, пишите мне в чат. Я сегодня с вами там, как технический такой помощник, буду помогать вам решать такие проблемы. Но надеюсь, что у нас все с вами будет, конечно же, хорошо. Ну что, Аннет, я рада передать вам эфир. Добрый день, добрый, возможно, вечер уже у кого-то. Вы впереди, мы можем начинать. Да, Таня, здравствуйте. Как меня слышно? Друзья, напишите. Да, маленькая поправочка. Мы сегодня будем писать не маслом, а акрилом. Это похожие материалы. Акрил на самом деле не менее интересен. И я сейчас делаю упор именно на этот материал. К слову говоря, готовлю курс интересный. И сегодня я хочу показать вам одну из самых, не то чтобы самых, достаточно популярную свою работу, которую в оригинале я выполнила маслом. Вот так она выглядит. У вас, надеюсь, есть референс, картинка, да, которая предлагается к данным мастер-классам. Вот такой вот нежный букетик, в чем его прелесть, в том, что мы здесь будем сочетать как текстурные мазки с помощью мастихинов, с помощью пастей, которые мы будем выкладывать на холст. И здесь мы будем сочетать мягкую растушевку. То есть картина в итоге должна быть похожа именно на масляную. Но после написания это будет полностью готовая работа. То есть вам не нужно ждать полного высыхания, так как это именно акриловые краски. Пишется она, на мой взгляд, достаточно просто. То есть я сейчас покажу именно свою авторскую технику. Не сильно усложненную, скажем так. И достаточно доступную. В описании к мастер-классу я предложила вам выбрать определенные оттенки. Я специально не стала указывать такие, скажем так, сложные официальные названия, как ультрамарин, кадми, краплак и так далее. Потому что акрил бывает разный. Времени было подготовить не так много красочки. Поэтому будем исходить из того, что есть у вас. Я лишь дам в процессе некоторые рекомендации, которые нужно использовать в данном мастер-классе. То есть рекомендации по выбору материала. Акрил может быть у вас как профессиональный, так и полупрофессиональный. Скажем так, и сонет, и мастер-класс, русские производители. Я могу сказать, что я не рекомендую брать даже для начала такие производители, как Сонет и Малевич. Потому что достаточно водянистые краски, укрывистых, не столь хорошие. Но мы не будем сейчас на этом столь подробно оцениваться. Какие оттенки нам понадобятся и какие краски, собственно, я использую для написания этой картины. Я использую производитель Маймери. То есть какие-то фиолетово-лиловые оттенки. Здесь у меня такой светло-лиловый цвет. Я использую болгарский производитель, но вы смело можете заменять акрилом, скажем так, фирмой мастер-классом. Достаточно достойный, профессиональный, прекрасная цветостойкость, хорошая укрыстость. Но, насколько я знаю, они продаются также на таких небольших тубах. У меня в данном случае фирма Маэстро болгарская. И один из очень красивых оттенков, который я также рекомендую вам впоследствии приобрести, если у вас его еще нет в наличии, это королевская голубая или королевский синий. Я точно знаю, что этот цвет представлен в художественных магазинах в Москве. И если мы пишем какие-то лавандовые сюжеты, то желательно иметь такой готовый оттенок. То есть это определенно даст вам преимущество написания вашей работы. И у меня также вот на палитре уже размещены бирюзовые оттенки, синий оттенок. Вот здесь королевская голубая. И достаточно много я выдавила белила титановые. Почему именно титановые? Потому что они не желтят. Я рекомендую именно титановые брать. Можно побольше, потому что расход у них также достаточно большой. Если у вас какие-то есть готовые зеленые оттенки, это тоже будет прекрасным. Здесь у меня светло-травяной оттеночек вот такой. Если мы говорим об акриле, то есть чем больше у вас готовых оттенков, тем лучше. Мы можем их, конечно, также намешать, как в масле. Но здесь немножко другой принцип имеет место быть. Поэтому я рекомендую, если вы решили заняться акрилом профессионально, приобретать всевозможные различные оттенки. Либо мы готовый зеленый оттенок можем намешать с помощью кадмия лимонного, к примеру, светло-желтого цвета и какого-то бирюзового оттенка. Так, нам также понадобится коричневый цвет. У меня марс коричневый в фирме, в маймере большая туба, так как это достаточно расходный цвет. И я также приобретаю его в больших объемах, как и белила. Так, что еще? Кажется, я все перечислила. Палитры, в качестве палитры я, как всегда, использую вот такой холстик небольшого размера. Вы можете использовать, в принципе, любой удобный вам материал. Палитру деревянную или пластиковую. Но нужно учитывать то, что, естественно, мы не сможем потом стечать краски, как в масле. Холст у меня размера чуть побольше, чем представлен в мастер-классе. У меня 40 на 50 сантиметров. Мы берем вытянутый формат вертикальный. Холст на подрамнике, среднее зерно. По кистям. Кисти, в принципе, могут быть те, что у вас есть в наличии. Акриво мы пишем только синтетикой. Для прорисовки тоненьких деталей это могут быть такие круглые кисти, так как ими удобно выписывать мелкие какие-то вот такие моменты. У меня деревяточка, фирма Милан. Но здесь это не так принципиально. Это могут быть кисти вот такие вот со скошенным кончиком. Это могут быть квадратные кисти, особенно когда мы наносим фон, так как удобная, быстрая растушевка происходит. И я знаю, что в России также представлены фирмы Рублев вот такие кисточки. Они бывают совершенно разных размеров, тоже очень замечательные. И я рекомендую вам на них обратить внимание. То есть здесь такая у меня тоненькая кисточка номер два. И можно писать всевозможными материалами, как акрилом, так и акварелью и так далее. И я забыла упомянуть в описании, что мы можем использовать пастельный карандаш для нанесения эскиза. Но обычно я, как правило, не наношу эскиз карандашом. Я наношу сразу, приступая к рисунку, с помощью красок. Но здесь, чтобы упростить вам задачу или хотя бы показать сам принцип, я нанесу эскиз композиции с помощью пастельного карандашика. У меня также такой бирюзовый оттеночек, королевско-голубой, скажем так. Почему именно пастельный? Потому что он не дает грязи, как графитный карандаш. И его можно аккуратно растушевать и в процессе комфортно начинать писать красками. И, друзья, если у вас будут в процессе какие-то вопросы, вы можете задавать их в чат. Я сейчас единственное чат не читаю и совершу. И надеюсь, что Татьяна у меня звучит какие-то вопросы, если они будут. Ну что же, мы можем потихонечку приступать. С чего мы начинаем? Сейчас я покажу с помощью пастельного карандаша, как мы намечаем композиционный план. То есть здесь мы зададим перспективу окна, который виднеется на заднем плане. Верхняя направляющая, она будет сходиться. То есть я делаю вот такую вот направляющую. И ширину линии показываю, которая сходится в перспективе, где-то вот сюда, в точку вправо. И в нижней части я также задам направляющую. То есть здесь мы не будем прорисовывать окно, это будет как лишь некий намек. От основания. И вот так вот я веду линию перспективы. То есть где-то в правой части на горизонте эти линии сходятся в одну точку. Так как я пишу пастельным карандашом, я могу какие-то вот такие линии затереть пальчиком. Даже если вы слишком сильно нажали на карандаш, ничего страшного, потому что впоследствии это может легко закраситься акрилом. Но сильно в любом случае, когда вы наносите какой-то эскиз композиционный, я не рекомендую сильно вырисовывать долго, во-первых. А во-вторых, сильно надавливать на карандаш. Дальше мы обозначаем горлышко некой вазы. Также мы ее не будем слишком намечать, акцентировать на нее внимание. Это лишь будет как такой вот намек, что наш букетик стоит в какой-то вазе. Округлое основание горлышка. И левую часть я даже не прорисовываю, я лишь сделаю основание, также округлой формы покажу. И по сути сейчас мы наметим внутреннюю составляющую букета, то есть какие-то отдельные травинки лавандовые, отдельные соцветия. Покажем общий объем букета. Вот как-то вот так он будет идти. Здесь соцветия, здесь соцветия. Опять-таки долго мы на эскизе не останавливаемся. Я лишь для себя намечаю, как это примерно может выглядеть. Одно соцветие, один цветочек выпадает, как мы увидим по референсу, по картинке, которая нас вдохновляет. Возможно, ближе к концу я добавлю какую-то бабочку или букашку, посмотрю, так как у нас идет такой творческий процесс. Ну что же, я не буду больше здесь ничего огородить. То есть вот я создала некую форму, обозначила некую композицию. Слишком жирная линия, я могу слегка зацереть пальчиком. И так как у меня выдавлена красочка уже на холст, мне нужно быстрее приступать к нанесению. Это краски. Чтобы она не успела высохнуть. Здесь, конечно, если мы говорим об акриле, здесь действует принцип «живо писать», потому что это, в принципе, всегда актуально. С акрилом еще больше, потому что, как известно, краска высыхает очень быстро. И нужно уметь с ней правильно управляться. У меня приготовлена баночка с водой. И мы приступаем с обозначения фона, с обозначения темных пятен. Здесь я не иду от принципа светлого к темному, скорее наоборот. То есть я сначала буду показывать, как мы создаем тени, фон, а затем мы будем уже прописывать детали с помощью мастихинов. Если у вас есть наличие персиковый оттенок, например, вот такого плана, мы можем использовать его, чтобы добавить теплинку в картину, либо оставить колористику холодной. Здесь, опять-таки, вы можете сами выбирать, что вам ближе. Но так как у нас страна, Россия, холодная, то часто очень актуальны именно теплые оттенки. Поэтому я стараюсь эти оттенки добавлять в свои работы хотя бы немного. Мы можем использовать такой оттенок в готовом виде, либо намешать его с помощью, например, краплака розового, добавив чуть-чуть желтинки и белила. Ну что же, давайте попробуем ввести этот оттенок. Чуть-чуть водички на кисть. Навожу этот цвет, добавляю немного белил. Вот у нас такая масса получается сметанообразная, но не жидкая, то есть краска не должна быть слишком жидкой. И смотрите, как я наношу красочку на холст. Я набираю этот замес и, не отрывая кисти от холста, растушевываю быстро краску. Здесь важно, чтобы у вас она должна, цвет должен быть достаточно увлажненным, чтобы краска хорошо растушевывалась по холсту. И вот этим вот розоватым оттеночком я сейчас покрываю фон. В разные стороны растушевываю краску. Чуть-чуть сюда можно ввести голубинки в этот же замес. Он, знаете, такого получается жемчужного оттенка. Еще немного водички на кисть. Голубинки, розовинки. Здесь не так принципиально, чтобы вы следовали именно тем оттенкам, которые я рекомендую использовать. У вас они могут, конечно же, немножко отличаться. И если остаются бородки, ничего страшного, мы впоследствии это перекроем, но нужно стремиться все же к тому, чтобы растушевка у вас была по возможности мягкая. Поэтому важно здесь работать быстро. Также вводим этот цвет внутри вазы. еще побольше голубинки. Такой, знаете, грязновато-жемчужный замес, но он красивый в своей сложности. И также можем пройтись немного внутри букетика. Подчеркнем тень под нижней направляющей окна в виде такой вот линии и верхней направляющей. Персиковый оттенок и белила. То есть наша задача сейчас покрыть холст определенным цветом, чтобы перекрыть его белизну. Дальше мы уже на этот цвет будем накладывать всю живописную составляющую, всю нежность лаванды передавать. И я часто использую этот прием именно создаю такой вот жемчужно-сероватый, грязноватый замес, потому что впоследствии слои краски на нем смотрят достаточно выигрышно. Если мы говорим, например, о масле, то я часто использую какие-то готовые даже оттенки. Сероватые такие, жемчужно-сероватые. Я решила сделать еще намек на вертикальную направляющую окна, которая будет посерединке. Смотрите, она буквально еле-еле видна. Здесь я ввожу бирюзовый, добавляю белил. И вот этим оттеночком я слегка прохожусь вот такой вот вертикальной линией. Заметьте, что у меня есть салфетка либо влажная салфетка, которой мы можем периодически вытирать лишнюю красочку. Но я пока, в принципе, ее не использую. она у меня всегда находится в левой руке. И этот же бирюзовый оттенок мы вводим в левую часть в верхнюю направляющую. То есть у нас получается такой красивый, жемчужный оттенок. давайте добавим сиреневатый цвет и немного белил в этот же замес. То есть получается такой светло-сиреневатый оттенок. И мы сейчас создаем такую вот общую лиловую массу цвета. То есть если мы прищурим немножко глаза и посмотрим на фотографию букета, мы увидим общую массу цвета. И мы стараемся сейчас эту общую массу как раз перенести на холст. Сюда же я добавляю синий оттенок. В принципе в похожем плане мы создаем картину и массу. Немного отличается акрил тем, что отличается принцип нанесения краски на холст. И я считаю и много раз повторяла в своих публикациях, что акрилом работать сложнее, чем маслом. Поэтому если вы например переходите от масла к акрилу, то вы можете первое время чувствовать себя несколько неуютно, потому что сам принцип кардинально отличается. Я сейчас работаю синим оттенком. Чтобы добавить такой, знаете, натуральность и теплоты, мы можем сюда ввести коричневый, то есть краскоричневый марш с темно-коричневым. Я немножко добавляю на свою палитру. Если у вас есть такие оттенки, как сиена, это тоже замечательно. Сиена это такой светло-рыжеватый коричневый оттенок, очень приятный цвет, и я его достаточно часто использую в своих работах и рекомендую вам его приобрести по возможности. Это касается как масла, так и акрила. Так, и мы возвращаемся к маршу и я его немного добавляю в лиловый оттенок. Знаете, и чуть-чуть белило. Получается такой темно-лиловый коричневый замес. и я сейчас прохожусь по теням. Сюда же ввожу синий оттенок. То есть, видите, я наношу маски достаточно быстро, растушевываю их в разные стороны. Здесь не нужно слишком кропотливо работать над каждым пятном, потому что у вас просто-напросто встанет краска, и вы не сможете с ней уже ничего сделать. Поэтому пока она чуть-влажная, даже заметьте, я сейчас по сути-то не добавляю воды. Пока она чуть-влажная, мы ее быстренько-быстренько растушевываем. И старайтесь, чтобы у вас такая живость была. Не одна направляющая цветов в какую-то одну сторону, а цветы они живые. Они живые, они направлены в разные стороны. один отклоняется чуть левее, другой чуть правее, от этого появляется такая натуральность, скажем так, приятия, живость, движение. Живость и движение это всегда красиво, если мы говорим о картинах. и здесь важно сохранить тот принцип, что передний план у нас будет более прописанный, более детальный, то есть ближе к завершению работы мы поработаем мастихином, а задний план у нас будет более растушеванный, от этого появится такой красивый объем с помощью такого принципа. Здесь вот одна лавандовая травинка, скажем так, отклонилась в правую сторону, и мы сейчас по сути работаю одной кисточкой номер 12 Finnex. Тоненьким кончиком я прописываю тоненькие детали, слегка касаясь краской холста, а всей плоскостью кисти я уже делаю такие вот пастозные мазки. Так, я должна была приготовить мастихин, сейчас я проверю. Да. Я просила вас приготовить мастихин рыбка, он у меня тоже должен был быть здесь. холстом хорошо. Давайте завершим нижнюю часть картины, перекроем все оставшиеся белые части холста. Я возвращаюсь к тому же замесу и добавляю чуть-чуть теплинки в виде сиены. и закрываю задний план слегка касаясь кисти холста и растушевываю красочку в разные стороны. Чуть больше белил. Внутри букета мы также можем прописать. часто когда провожу мастер-классы меня просят писать помедленней, но конечно если мы говорим об акриле, то медленней писать я точно не могу, потому что сам принцип нанесения другой. Насколько я знаю эта запись какое-то время будет сохранена, вы просто сможете нажимать на паузу и смотреть более внимательно. еще немножко белил. То здесь в этой части у нас будет более светлый фон. Первоначальный подмалевок уже стал, есть он уже высох. Я сейчас прохожусь бельями по холсту. То есть я сейчас работаю только белилами титановыми и вот так быстро быстро разные стороны растушевываю их по холсту. То здесь наша задача показать некий свет в окне. Даже если останутся какие-то мазочки, я иногда оставляю их, не закрашиваю. То здесь у меня какой-то мазок виден. Это продает живости картине такого движения, или даже некого эффекта незаконченности. Это тоже красиво имеет место быть. Иногда я этот прием активно использую. И верхней части у меня кстати высох персиковый оттенок закончился. Я его немного добавляю на палитру и смешиваю с белильцами. Белильцами и здесь у меня какой-то грязноватый замес остался. Я это все в такую кашицу замешиваю и наношу верхнюю часть картины. так замешиваю синие с коричневым и здесь мне хочется подчеркнуть эту нижнюю направляющую так как там присутствует такой достаточно активный теневой акцент. и можно уже сейчас выдавить на палитру зеленый оттенок либо замешать его с помощью бирюзового и сиены либо бирюзового и желтого оттенка. И этот зеленый оттенок мы сейчас также будем вводить в букет в его колористику добавляя свежей зелени в работу сюда же можно ввести персиковый и белил пока я стебелечки цветов обобщаю то есть я делаю такую общую зеленую массу вот здесь левая часть букета она будет более теневая сюда можно ввести уже марс коричневый зеленый оттенок и синевый и вот такими пятнышками мы сейчас проложим самые темные части в букете подчеркну округлое горлышко чем эта техника хороша что нам не нужно здесь особенно строить вазы строить предметы дальше стебелечки мы будем уже прорисовывать более тонкой кисточкой сейчас я пишу пока одной кистью я сейчас ее опускаю в воду и полностью вытираю салфетку чтобы очистить кисточку чтобы с последующим оттенок был уже более чистым без принесения какого-то другого цвета и набираю на кисть голубоватый оттенок либо королевскую голубую белила и лиловый оттенок ввожу белила и сейчас мы перекроем внутреннюю часть вазы я решила сделать более округлой на фото она более плоская а я ее чуть-чуть округлю покажем стебелечки внутри вазочки в виде пятен в виде линий чуть-чуть еще кисточку вкунаю в водичку чтобы краска была более подвижной и здесь также в левой части есть у нас цветы лаванды которые как бы выбились из букета и мы их такими легкими касаниями с добавлением бирюзового оттенка с добавлением лавандового оттенка здесь можно уже вот эти мазочки сделать более пастозно то есть если у вас нет мастихина вы в принципе того же эффекта практически можете добиться с помощью кисти просто набирают чуть больше краски и здесь также внутри букетика мы прописываем какие-то лавандовые соцветия много мелких мазочков где-то мы их обобщаем с помощью плоской части кисти мы делаем более широкие мазки а где-то более узенькие проставляем быстрые касания с помощью кисти и здесь у нас также уходит пару соцветий вверх для того чтобы композиция букета была более интересной и мы даже можем набирать на кисть одновременно я набираю допустим бирюзов оттенок и одновременно набираю сиреневатый оттенок и чуть-чуть сюда же ввожу белило и таким образом я продолжаю создавать соцветия лаванды то здесь у нас вмешиваются сразу несколько оттенков конечно тот букет который я писала в оригинале он представлен у меня на сайте маслом и тот что я пишу сейчас акрилом они отличаются естественно в принципе еще отличаются не только от разницы в технике но и сейчас я показываю несколько другой прием который мы делаем с помощью акриловых красок персиковый цвет и белило и я перекрываю верхнюю направляющую давайте сейчас закроем белый холст оставшийся у меня закончили белила еще немного добавлю их на палитру то здесь здесь такой должен быть светло персиковый с чуть-чуть добавлением лилового оттенка замес и ощущение знаете такой жемчужности цвета очень люблю этот оттенок достаточно гармоничный ненавязчивый перекрываем нижнюю часть холста этим же цветом сюда же даже можно вести чуть-чуть зеленцы и белилами я беру чистый белил и подчеркиваю нижнюю часть окна нижнюю часть фона с левой стороны она у нас будет более светлое и вот такими быстрыми узочками я перекрываю соцветия конечно чем чаще вы работаете с материалом это касается любой техники тем более уверенно вы себя будете чувствовать здесь конечно очень важно с ним просто подружиться понять принципы нанесения красок понять чем отличается один производитель от другого так как это очень важно я считаю здесь я не буду на этом останавливаться подробно так как времени у нас не так много мне хочется вам показать сам принцип работы с акрилом и сам принцип моей растушевки с данным материалом моей работы с акриловыми красками сейчас мы привнесем цвет вазу закроем оставшиеся белые части холста и уже начнем работать над деталями и кстати говоря часто я какие-то повторы своих работ масляных к примеру я пишу также акрилом и в результате это выглядит по сути так же как и оригинальные работы как вы видите я вношу вожу чуть больше зеленцы добавляю сепи у нас получается такой тепло-зеленоватый оттенок выписывать сильно вазочку я не буду вытираю кисточку а салфетку еще немножко воды водичку я буквально чуть-чуть добавляю то есть краска она не должна быть слишком жидкой и лилово замешиваю с белилами и бирюзовым оттенком для получения такого холодности цвета и этим цветом я прохожусь по нижней части вазы ввожу внутреннюю часть так же несколько мазочков и перекрываю правую часть картины здесь не столь важно какой цвет вы будете использовать ощущение такого жемчужности оттенков к тому же принципу который я вам показывала ранее здесь я активно использую королевскую голубую и белье можно добавить немножко лиловости лилового оттенка у меня снова закончился персиковый добавляю его на палитру кстати такую палитру допустим в том виде как у меня сейчас я ее могу легко потом превратить в картину абстрактную и я покажу что получилось в итоге в себя в инстаграме поэтому заходите посмотрите как это выглядит мой инстаграм анет нижнее подчеркивание логин нижнее подчеркивание арт анет логин арт там я кстати сейчас много рассказываю об акриле об его свойствах о разных хитростях медиумах и так далее у меня в инстаграме достаточно много информации интересной поэтому заходите читайте буду вам очень рада и немножко розовинки я ввожу в правую часть картины и перекрываю с помощью королевской голубой в этот же замес я ввожу сюда можно чуть-чуть коричневинки добавить марш коричневый темный мне хочется несколько растушевать форму вазы чтобы она не была столь очевидной сделать ее более мягкой по форме и давайте сейчас поработаем уже над общей составляющей букета я возвращаюсь к синему цвету и к лиловому оттенку замешиваю их и сейчас мы поработаем задним планом сюда же белила то есть задний план у нас чуть более растушеванный как я говорила старайтесь либо чуть больше можно ввести белил растушевать растушевать вот эти мазочки которые будут сзади букет идти я показываю их некую форму и растушеваю и сейчас я набираю активный синий оттенок на кисть то есть практически чисто синий цвет для его углубления можно ввести немного марса коричневого оттенка и мы сейчас такими мазочками касаниями прописываем самые темные теневые части букети сиену если у вас есть сиена можно замешать ее с марсом и зеленцой чтобы у нас такое было ощущение сочной глубины цвета так у меня закончился синий цвет здесь можно знаете достаточно пастозно набирать красочку побольше на кисть и вот такими мелкими касаниями мы проставляем ее на холст немножко пройдусь правой части коричневинка и цепи и пройдусь у горлышка вазочки этим цветом это придаст такой некой живописности нашей картине я я снова промываю кисть водичкой если вы например в процессе сеанса написания картины переходите с одной кисти на другую очень важно очень хорошо промыть кисть чтобы краска у вас не впиталась и не испортила ее либо я просто ее оставляю кисточку в воде но важно не оставлять ее надолго то есть после того как вы закончили сеанс нужно хорошо промыть водичкой и положить на салфетку если у вас кисточка вот такой формы вы просто ее так вот ручками пальчиками вытягиваете поправляете то есть вы промываете водичку вытягиваете поправляете ворс и аккуратненько кладете на салфетку таким образом она хорошо сохраняет свою форму и просыхает и я сейчас беру такую вытянутую тоненькую кисточку для того чтобы мы с вами поработали над деталью в картине мы сейчас сделаем тонкие стебелечки с помощью зеленоватого цвета и с помощью белил здесь можно добавить чуть больше водички и начнем эти стебелечки прописывать внутри вазочки внутри букета сюда же можно ввести немножко голубинки и белила и заметьте у нас не просто вот грубо говоря вот такая вот одна линия идет у нас линия то толще то она немножко теряется то снова чуть-чуть тоненькая то снова теряется и идет уже вверх да и появляется такой эффект объема эффект присутствия скажем так эффект живописи и верхнюю часть вот такой вот стебелечек идет от основания внешнего к верхней части то есть от низа к верху еще раз я набираю зеленоватый замес зеленца белила и немножко голубого и вот этот стебелечек мы также покажем его тоненькой линией для того чтобы краска хорошо тянулась важно набирать достаточно воды когда мы прописываем именно тоненькие линии но опять-таки краска не должна течь при этом здесь нужно просто потренироваться вот такой некий плечок рефлекс от окна присутствует можно его также показать тоненькая кисточка в правой части вот эти стебелечки мы покажем уже более темным оттенком сейчас мы поработаем именно со светлыми цветами стебельки у нас также не направлены в одну сторону один немножко отклоняется от другого и задний план мы не прописываем то есть там у нас соцветия лаванды они немножко теряются как эффект букет скажем так чуть-чуть побольше зеленцы то есть я ввожу сюда бирюзовый оттенок можно добавить сиена и немного воды еще здесь важно не набирать слишком много краски на кисть для того чтобы у вас мазочек не отолщался от основания к верху и в левой части мы также покажем несколько стебельков если вы сделали слишком толстую линию ее можно легко закрасить просто добавив немножко соцветий по бокам то есть акрил тоже такая краска которая позволяет в принципе легко исправлять какие-то моменты смотрите сейчас я набираю достаточно пастозно много краски одновременно лиловой и синей на кисточку и мы сейчас прорабатываем такие тоненькие тоненькие соцветия кое-где добавляя текстурности объема я обязательно вышлю сегодня фотографию готовой картины вы сможете ее посмотреть в группе как это выглядит рассмотреть детали постараюсь сфотографировать для вас объем как это выглядит и сделать работу в интерьере посмотрите некоторые мазочки я нанесла достаточно быстро пастозно и книзу я их растушевала с помощью кисти конечно акрил еще интересен тем что мы сюда можем вводить использовать и поталь и различные медиумы которые позволяют нам добиться более большей пластичности мазка здесь уже идет речь как о большей имитации с маслом с масляной техникой если мы используем определенные приемы человек который посмотрит на картину со стороны он даже по сути может и не понять какими красками написана она мы можем добиться эффекта глянцевости как в масле то есть если мы делаем какие-то пастозные мазки с помощью добавления того же медиума то здесь конечно очень интересно играть варьировать применять разные приемы тем акрилы интереснее еще конечно я считаю важное его главное преимущество то что он высыхает быстро то есть мы он не токсичен то есть нет каких-то запахов растворителей и так далее хотя и в масле я использую растворители без запаха то есть для меня это абсолютно не проблема я пишу картины регулярно пишу с ребенком рядом поэтому не вижу здесь какой-то проблемы но акрил конечно он такой абсолютно нейтральный потому что мы работаем по сути с водой работаем с водой и с пигментированными красками так мне хочется в эти соцветия добавить уже домазать краску которая у меня есть на палитре то есть мы выдавливаем ее с тем учетом чтобы она у нас не высохла то есть если мы слишком много выдавим высыхать будет так же быстро имейте ввиду поэтому здесь нужно рассчитывать свою скорость работы чтобы краска расходовалась у нас так же более оптимально понимаю что многие сейчас из вас наверняка работают и не могут смотреть эфир онлайн но запись будет какое-то время находиться в доступности поэтому вы можете задавать свои вопросы в чате я постараюсь на них по возможности ответить и обычно я предпочитаю работать либо с увлажненной тряпочкой ветошью с акрилом либо с влажными салфетками потому что во-первых руки не так мараются и более комфортно вытирать краску сиена зеленоватый цвет и немножко лилового я добавлю такой образ еще один соцветия на заднем плане где-то здесь проходит винила то есть я возвращаюсь к светлому замесу и пройдусь по блика внутри вазочки так у меня снова закончилось белило сейчас я их чуть-чуть добавлю на палитру белило и я также набираю достаточно пастозно на кисть и кое-где соцветия в лаванде я добавляю таких вот бликов текстурных это можно сделать как с помощью мастихина так и с помощью кисти здесь бличок я также подчеркну сделаю его более читаемым внутри вазочки кромочку верхней направляющей окна я также подчеркну белым цветом здесь внизу беру достаточно много белил на кисть и прохожусь нижнюю часть основания вазы также покажем такую округлую линию и некие стебелечки которые от самого низа уходят вверх буквально несколько штук и сюда же белила можно ввести на фон я решила немного добавить добавить чуть больше света обхожу соцветия мазочками если у нас такие получают знаете текстурные мазки это даже хорошо кое-где я их оставлю я не буду полностью заглаживать и растушевывать какой эффект постовности и жилости будет у нас присутствовать то есть как вы видите я не полностью следую референсу я привношу что-то свое потому что всегда у каждого художника есть какое-то свое видение своя интерпретация виденную и это прекрасно это хорошо потому что он показывает свою точку зрения она интересно всегда интересно увидеть ее а не просто созданную фотографию на холосте по крайней мере я так считаю это мое мнение как у вас оно может быть немножко другое добавляю синий оттенок и синий замешиваю с коричневым с марсом коричневым то есть получается такой грязноватый синий цвет и я еще раз прохожусь по теневым местам между соцветиями поэтому соцветия также пройдусь немножко сюда то есть у нас не просто какие-то лиловые готовые синие оттенки то есть я стараюсь входить особенно в работе в акриле от знаете такой слишком кислотности цвета потому что часто художники этим грешат и поэтому можно сразу понять что это именно акрил кому-то это нравится но я стараюсь исходить из натуральности цвета стараюсь добиваться похожести именно с маслом с масляной живопись здесь конечно мы можем еще поработать на пышности букета распочевать его края сейчас я работаю с чисто виловым оттенком какие-то вот такие проставляю акценты небольшие летящие замешиваю лиловый с белилами и немного растушую задний план букета сейчас я работаю также тоненькой вытянутой круглой кисточкой сюда чуть-чуть можно ввести бирюзовый оттенок кстати заметьте если мы работаем с профессиональными красками как я делаю это сейчас они высыхают не так быстро то есть в принципе у меня есть время для того чтобы комфортно работать с акрилами я даже не использую замедлитель высыхания но это отдельная тема замедлительная по сути я работаю так же как с маслом так ну что же я думаю добавить некий акцент на картину в виде бабочки наверное все же бабочки вот хочется мне принести знаете такую легкую инфантильность сейчас я добавлю белила на палитру конечно если вы работаете с акрилом то здесь важно хорошо изучить материалы хорошо понимать как они ведут себя с холстом как они ведут себя смешением высыханием и так далее здесь конечно если вам это интересно я рекомендую углубиться в эту тему мне захотелось добавить еще белил в нижнюю часть картины здесь остались знаете такие пастозные мазки то есть подмалевка которую мы наносили в начале я оставлю это нетронутым я не буду их растушевывать получился такой красивый достаточный эффект я его оставлю как есть возможно я добавлю немного перламутровых оттенков но пока не знаю точно мне не хочется приносить слишком декоративности в букет но возможно чуть-чуть буквально для акцента я добавлю обычно я смотрю какое-то время на готовую картину и через какое-то время я могу еще привнести какие-то детали итак бабочка бабочка как она оказалась возле окна возможно она была приоткрыта она решила немножко погостить а затем вылететь так еще важно композиционная составляющая вашей картине важная ощущение того что картина уравновешена то есть как по центру так и не перевешивают ни влево ни вправо за счет того что у нас есть вот такой вот элемент у нас достаточно гармоничная получилась по композиции картина если бы у нас не было вот этих соцветий то нужно было что-то добавить в левую часть для того чтобы у нас композиция выглядела более гармонично я сейчас набираю акрил на кисть и бабочку решила добавить вот в эту часть вы можете это не делать я просто покажу сам принцип я не буду ее прорисовывать то есть она будет такой достаточно нежной как акцент и подтемню нижние крылышки обрисовочку чтобы у нас читалась форма именно бабочки ее можно конечно прорисовать более тонкими тонкими кисточками я решила сделать просто как акцент в серединку добавляю коричневый цвет и в крылышке тоже несколько коричневатых мазочков и ну что же я еще обещала вам поработать с мастихином но по сути возможно он и не нужен здесь вы можете мастихином также принцип остается то же самое вы берете пастозно красочку и тоненьким кончиком вы проставляете вот эти вот мазочки мне настолько нравится композиция и как сейчас легли мазки поэтому я могу лишь немного добавить текстурности мазков кистью достаточно много видите я набираю окорила на кисть и я добавлю вот этих вот мазков на передний план буквально чуть-чуть и это тот же самый эффект как мастихини по сути сюда же можно ввести белило и голубинки буквально на пару соцветий на переднем плане то есть если мы это будем делать везде по букету это будет не столь гармонично выглядеть на мой взгляд это будет выглядеть более декоративно и здесь по сути останется лишь добавить мою подпись нижнюю часть картины аккуратненько я бы еще поработала с верхней частью фона наверное я поменяю кисточку вернусь к предыдущей более плоской для того чтобы молочки были растушеваны и по сути могу считать картину законченной возможно я еще что-то в нее добавлю возможно нет если добавлю то что-то незначительное мне захотелось обобщить фон на заднем плане привнести такую некую туманность с помощью бирюзовых и вертиковых оценок еще пару соцветит правую часть работы ну что ж татьяна я могу считать картину законченной даю вам слово нужно ли мне сейчас рассказать о своем следующем продукте я бы очень да ну я в принципе могу рассказать сама но я бы очень хотела спросить про новый мастер-класс рассказать вот потому что он у нас представлен впервые я думаю девчонкам прямо было классно из первых рук о нем узнать из первых уст так сказать да конечно это очень интересная техника техника именно масляной живописи моих знаменитых скажем так пионов потому что пионы я пишу очень много цветок не устает меня вдохновлять я не устаю от него писать его снова и снова и впрочем в любых техниках но он знаменит тем что пишу его именно маслом и здесь представлена техника сочетания кисти сочетания текстурных мазков которые мы будем создавать с помощью мастихина мы также привносим немножко потали который придает такое очарование нашей картине я постаралась в этом мастер-классе все объяснить понятно наглядно показывала палитру каждый шаг как это происходит и эту картину уже писали мои ученицы и скажу вам результаты весьма достойные поэтому я думаю что эта техника очень понравится и вам пожалуй все что я хотела сказать об этом мастер-классе все описание и как он выглядит вы можете увидеть в представленном продукте ну сейчас мы как раз с девочками тогда и посмотрим ну что Аннет я благодарю вас спасибо вам огромное за очередной очень классный очень интересный подробный и на удивление быстрый мастер-класс я думаю девчонки здесь вдохновились и даже те кто ни разу в руки не брал ни кисти ни акрил не извиняюсь как я вначале смотрите как похожа техника я даже перепутала что это масло так что я думаю что все у всех получится спасибо вам огромное спасибо всем мое вдохновение большое большое вдохновение самое лучшее да и пишите свои вопросы я постараюсь зайти в чат на все по возможности ответить здорово это всегда классная опция ну что девчонки я остаюсь с вами совсем ненадолго мы с вами просто посмотрим какие у нас есть с вами мастер-классы что у нас там внутри интересного прямо над чатом есть кнопка желтая уникальные мастер-классы Аннет на выгодных условиях специально для вас плюс новый мастер-класс давайте вместе с вами сейчас нажимаем и переходим так ну что про первый мастер-класс я много не буду рассказывать да и думаю совершенно не к чему сейчас Аннет так кратко о нем уже рассказала просто давайте с вами посмотрим как это все выглядит вот такая красота перламутровые пионы это видео мастер-класс стоимость 1590 рублей на него сейчас идет большая скидка потому что изначально мастер-класс стоит и будет стоить 2500 но вот смотрите он у нас представлен для вас первый раз на нашей конференции и сегодня и завтра у вас есть возможность получить его вот с такой большой скидкой в данном мастер-классе представлена вот такая вот техника это можно сказать что авторская техника написания пионов на холсте масляные краски кисти мастихины и конечно еще всякие интересные авторские фишки куда же без них вот так вот картина может быть представлена в интерьере это очень круто также там используется цветная поталь которая принесет вот особый шарм это все дело и вот пожалуйста не бойтесь если вы ни разу даже не писали ни разу не пробовали какие-то такие материалы главное это желание все я думаю что у нас с вами получится потом присылайте свои работы дальше это акварель яхта видео мастер-класс тоже на него сейчас скидка 50% стоит он 990 рублей этот мастер-класс у нас уже был но однако это ни в коем случае не означает что он не классный нет он очень подробный очень интересный очень яркий красочный вот смотрите здесь у нас размывка и письмо по сыруму использование акварели в кюветах и в жидком виде в чем отличие прорисовка деталей акриловыми красками и использование маскирующей жидкости вот такая красота у вас вместе с мастером получится потом вы можете какие-то техники себе так скажем взять на вооружение использовать их дальше никогда не относитесь к мастер-классам как к чему-то что вы покупаете один раз один раз написали картину и все нет вы получаете опыт вы получаете знания какие-то фишки и потом уже можете в любой комбинации подключать свое творчество и использовать это все в своих работах дальше прекрасный мастер-класс для любителей цветочной живописи это у нас тоже пионы вот такие они здесь только нежные такие прям воздушные стоимость мастер-класса 1100 рублей тоже скидка огромная это масло холст мастихин и конечно вот как раз показывает Аннет как вот такую сливочную практически картину можно выполнить здесь очень грамотная работка с подмалевком конечно мастихин авторская техника фишки и как все от начала до конца в общем-то до закрепления результата как это все сделать я думаю что вы заметили что помимо пионов здесь еще конечно очень интересная такая текстура какая-то есть какие-то набрыски и что-то еще это все я смотри это все очень круто и конечно же я думаю что у вас тоже все получится ну что в конце у нас как всегда немножечко такой информации об авторе и о фотографиях замечательной зайдите посмотрите почитайте ну давайте я покажу вам как сделать доказ я покажу на первой картине которая у нас сейчас является можно сказать эксклюзивом она впервые в продаже нажимаем кнопочку заказать у нас открывается с вами окно оформления заказа здесь смотрите все довольно таки просто в первой строчке нужно ввести свой номер телефона потом внести свой e-mail и точнее номер телефон имя а потом e-mail все перепутало ну я думаю вы разобрались например вот так как у меня сейчас выскочило либо можно авторизоваться через вконтакт давайте с вами через вконтакт сегодня попробуем вот здесь нажимаем разрешить не пугаемся вот меня авторизовало нажимаем кнопочку заказать заказ успешно оформлен все номер заказа у вас находится наверху вот время дата все как здесь есть дальше смотрите имя дальше e-mail и номер телефона как раз который вы ввели заказ нужно оплатить в течение 48 часов то есть двух суток для сохранения такой большой скидки способов оплаты здесь очень много все будут уже защищены пожалуйста не пугайтесь все безопасно выбирайте любой способ какой вам более удобен оплачивайте если вдруг у вас какие-то есть вопросы или же вы не можете оплатить у вас не получается или же вы хотите этот мастер-класс хотите его именно по этой цене но на данный момент у вас нет возможности его оплатить то доходим с вами вот до этого момента и дальше заказ оставляем вам завтра перезвонят во всем помогут на все ваши вопросы ответят как бы все проблемы с вами решат которые могут возникнуть но я думаю что все будет в порядке если нет то просто оплачивайте получайте на e-mail мастер-класс и творите ну что девочки спасибо большое вам за внимание мы с вами не прощаемся сейчас мы уходим на очень короткий 10-минутный такой перерыв и по этой же ссылке абсолютно здесь же начнется следующий мастер-класс вам нужно будет только обновить страничку давайте с вами договоримся что ровно в 2 часа по Москве то есть через 10 минут мы с вами обновляем страницу и здесь же у нас вот в этом окне где мы с вами находимся вот тут же у нас с вами будет новый мастер-класс то есть мы не прощаемся пока наливаем себе кофе наливаем себе чай водичку с лимоном отдыхаем ходим разминаем ножки и потом встречаемся снова на этом я сегодня с вами прощаюсь с вами будет моя замечательная коллега Катерина желаю вам всего самого классного светлого и конечно же творите вдохновляйтесь и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok